Мой отец, генерал ДКУ, был репрессирован, посажен в тюрьму, но в 1938 году отобрали роднего ромбы, и мы уехали в Ленинград. Наша семья переехала из города Владимир, где отец прослужил в ПВО на Васильевском острове. Зенитки, которые стреляли от Соловьевского садика, и которые окружали вот этот Исакиевский собор, он принимал участие в этих делах. А мы, семья, жила на первой линии Васильевского острова, это угол первой линии Васильевского острова и Большого проспекта. Если по Большому проспекту пройти два дома через Соловьевский переулок, то это дом шесть по второй линии, где жила знаменитая Ева Щетане Савичева, в которой родители все погибли, это через два дома, вот от того дома, где мы жили. И наверняка в первые дни, когда была уже блокада, и бомбежки сильные были, бегали все в бомбоубежище, пока хватало силы, пока те, кто нас выгоняли в это бомбоубежище, бегали, может быть, где-то в одном, в этом самом, было там единственное общежитие в церкви Святой Екатерины, в подвалах. Наверное, может быть, там вместе и были, потому что дома были рядом. И, конечно, это были тяжелые годы, и когда я вспоминал, кайфов, заслуга, вот у тех, кто носит знак в жизни блокадной, что мы такого сделали? Ничего мы не сделали такого, единственное, что мы помогали нашим родителям держаться, не умирать, потому что они не могли уйти раньше нас с вами. Вот в этом, собственно, наша единственная заслуга, если о каких-то заслугах наших можно и говорить. Немногим это удалось, но так случилось. И поэтому, если о каких-то воспоминаниях, многие, наверное, знают, вспоминается апрель, 17 апреля 2022 года, когда всех уже вывозили в город Досболгане, это было последнее, через лед Ладоги шли машины, и мы уехали последней машиной, а 17 апреля установил, когда военные карточки отца сняли с довольствия. Я эту дату посмотрел, там маленький паек, была дотация членам семьи военных, вот эту дату я для себя установил, и, конечно, это ужасное время, прожитые эти зимы, и поездка через Ладогу, когда бомбили, немцы бомбили вовсю, сорвало крышу машины, мать выбросила меня через стойку в воду, и мне долго, лет еще 15 или 20, снился вот этот кошмар, и он перестал мне сниться, когда был направлен в ВНМФ, группой наших выпускников, ВНМФ был направлен в Подлипке, в КБ Сергея Павловича Королева, мы работали вдруг, там почему-то напряженная была работа, это написание диплома, вспоминается, у меня там прекратились вот эти вот кошмары, когда я барахтаюсь вот в этой вот жиже, вот. Ну, почему, значит, у каждого есть свои воспоминания. Мне это навеяло еще вот одно, что, когда уже сил не было ходить, куда-то бегать, уже все, все стопили, уже есть было нечего, в бомбубежище сил не было ходить, и мой старший брат, он на 10 лет старше меня был, он всегда, когда сил не было ходить, он говорил, Юра, скажи, и я говорил, мы фашистов не боимся, мы фашистам не сдадимся. Вот это запомнилось, ну, как бы вот на долгие годы, вот эти вот такие слова, маленького мальчика пятилетнего, 4-5 лет, память у меня хорошая, недаром стал ученым впоследствии, она сохранилась, эта память. Ну, навеяно было, знаете, что, раз меня вот, Женис Семёнович назвал политикой, там какой-то политикой, так судьба сложилась. Но в связи с последними событиями, с передачей Исаакиевского собора РПЦ, навеялись воспоминания, какие? Я много занимался, когда работал в комиссии по Беслану, теми, кто предал нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Вот эта проблема закавказских народов, которые выселялись решением Сталина, там, по представлению специальных структур, крымские татары, деятельность православных организаций, которые образовал дружок Адольфа Гитлера, Розенберг, конфликт Розенберг, который открыл 7500 храмов, и до сих пор даже, и даже вот женщина, которая наш министр сегодня, она считает, что это был период возрождения православия, хотя вот на оккупированной территории, мне как-то это странно слышать после того, что вот произошло, также мне странно слышать, что было какое-то возрождение православия, когда вот все эти люди, наверняка, кто там служил бы, они не могли обойтись без внимания спецслужб Германии, и здравицы в честь Адольфа Гитлера принимались, водились молекционные шествия, когда города русские падали, да, и это происходило здесь, недалеко от нашего города, на станции Дноу, Пскове, знаменитые вещи, и странно слышать сегодня, что я даже одумал сегодня с передачей Исаакиевского собора, ведь молились за то, чтобы пал город наш Ленинград, покаяние должны они принести, они в пенуртату требуют, чтобы им что-то там передали, вот что они должны, на мой взгляд, были сделать, и не надо вбивать клин между людьми, которые пережили, в данном случае, блокаду, и многое помнят, я представляю, какой бы здесь был бы крестный ход вокруг Исаакиевского собора, если бы наш город пал. Ну а в чем состоит вообще заслуга? Многие дискуссии, вы знаете, и канал дождь, и другие, надо было сдаться, и все, ведь смысл того, что наш город остался вот непоколебим, он не сдался, это придавало силы людям на фронте, которые с оружием в руках сражались, когда, казалось бы, уже тоже нет и сил, но Ленинград стоял, и это был символ того, что и мы стоять будем. Это было знаковое событие тех времен, и забывать этого не должны. И маленький наш плак, и маленьких детишек того времени, которые остались живы, и их родители, и память мы сохранили, вот мы должны передать тем, кто остался после нас. Спасибо.